все это. Скажите, вот ваша пара, как пара, понятно, что вы были душа в душу, и понятно, что она ваша... Вы знаете, мы с ней очень редко когда говорили о любви. Вот я это хотела спросить. Практически никогда. Есть пары, которые... У нас она просто была, и все, любовь. Теперь уже я, и то. Мы никогда не говорили об этом, потому что мы были рядом во всем. Паш, ты с юношеских лет. Ей было 18, мне 19, когда мы знакомились, и продолжалось. Вот через три дня будет три года, когда она умерла. Она умерла за три дня до 46-й годовщины нашей регистрации. Вот на следующий год была бы золотая свадьба. Я думаю, что семья не может удержаться только на одной страсти. Мы были, мы очень были духовно близки. Очень понимали из полуслова взгляда. Не надо было говорить ничего. И, кстати, всю жизнь выясняли отношения, чтобы вы знали. Вы думаете, это так вот? Нет. Вот что-то такое, так сказать, как в раю это. Говорят, что там скучно. Нет, было не скучно. Может, ей было мало ваших признаний каких-то? Нет? Хватало ей? Нет, ей хватало, по-моему. И ей повезло. Я ей доказывал, что ей повезло больше, чем мне. И так этот спор не завершили мы. Вы чувствуете ее присутствие сейчас? Да, в общем, да. А во мне она. Жизнь-то во мне. Уже другой жизни-то не будет. Главное, жизнь-то уже осталась позади. Уже ведь 72 года, вот будет скоро. Вот ее портрет за вашей спиной. Вы часто к ней оборачиваетесь, советуетесь? Да мне даже не надо оборачиваться. Потому что... Чувствуете? Да. Семья у нас была в этом смысле счастливая, талантливая. Талантливая не в смысле там особых каких-то дарований и прочее, а в смысле счастья. Дома. И это благодаря ей. Она очень была человеком, который... Она очень ценила дом и так сделала, что и мы в этот дом всегда возвращались и шли. Лучше нигде не было. Мы больше времени проводили вдвоем или с семьей. Вам было хорошо с ней? Абсолютно. Абсолютно. Это не значит, что мы сидели, легли, делили друг на друга. Нету. Одно присутствует. Хотя тут же, как что-то произошло, изменение в картине, уже сразу. А что, 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 что. А так мы читали. Кабинет у нас был большой. И вот так вот, и мы на даче разделили. И одна половина кабинета ее, и одна моя. Но перекрикивались друг к другу. Нет, конечно, это удача просто. Удача. Ну что, удача. А с другой стороны, наверное, было от природы заложено. И у нее, и у меня, что все-таки. Действительно, я не привлечу ее. Выяснять пришлось. Строить трудно, как Щипачев горил. С хорошей песней с кожей, а это нелегко сложить. И поэтому, даже еще в МГУ на Ленинских горах, уже процесс выяснения шли. Дужили мы так очень. Мы же два года рядом ходили, так сказать, держать рука за руку. Так и осталось на всю жизнь. У меня такое впечатление, что я часто ищу еще руку. Ищете сейчас, да? Да, иду, и вдруг кого-то взял, думаю, да нет, это же не та рука. Да, так вот ходили. Вы в одном из интервью сказали, что она вам снится. Снится до сих пор. Какой она вам снится? Такой же, как была. Такой же. Молодой, энергичный, живой. Она очень живой человек, очень подвижный. Ей все не нравилось, что я как медведь. Я не считаю, что я медведь. Но она была, хотя умела управлять собой, очень не держала. Я даже думаю, что она так достоинство берегала и так ответственна была, что это ее даже сковало иногда. Со временем уже пришло, и она более свободна была. В годы президентские она очень проявляла величайшие ответственности и переживания. Что мне делать? Как мне вести? Да ничего не надо. Что, менять что-то? Ничего не будем менять. Тебе сколько годиков, я спрашиваю, было 53, а мне 54. Неужели мы в это время будем менять? Нет. Поэтому это, конечно, была бомба не меньше, чем перестройка. Ведь это же главный вопрос. Как у нас чувствует себя женщина, и что у нас происходит, и происходило в жизни. Мы же никак не выберемся и из крепостничества, и из сталинизма, но и из домостроя. Поэтому это был большой риск, вообще говоря. Тем более, что никогда ни одна женщина, генсека не выходила. Ну, была Аллилуева, которая была общественно активна, но судьба ее чем закончилась? Михаил Сергеевич, как вам кажется, вот теперь, после того, как РСМУ... А в общем, вы знаете, вот, чтобы вернуться к тому, с чем мы начинали, все-таки этот факт показывает, это же один из фактов, из миллионов фактов, вот я вам сейчас расскажу случай, он удачным оказывается здесь, но чуть позже, который подтверждает, что вот для чего нужно было изменить, обновить страну, открыть ее, дать людям возможность быть самим собой, свободными. Свободно говорить, свободно выбор делать, и тот, и другой, и политический, и мужа, и жену, и кого угодно. И профессию, и так далее, и где жить, и прочее. В конце концов, это так. Я недавно, весной этого года, получил письмо из Флориды в Нью-Йорке был, там мне ее вручили. Я прочитал, пишет мальчишка по-русски, да, телефон свой, очень теплое письмо, хотел бы встретиться, и так далее, или поговорить, если нельзя встретиться, 10 лет ему. Я телефон был, набрал телефон, и вдруг ответ не по-английски, а по-русски. Беседу с этим мальчишкой, забыл ее, как зовут, видите, как уже забывчивость появляется. Оказывается, удивительная вещь, вот та же история, смотрите, какая. Значит, это женщина русская, американец, поженились, а это их сын. Но дело-то в том, он говорит, что вот если бы не было того, что вы сделали, и меня бы не было. И я вам, и я вам поэтому, причем я, когда написал, слишком умно написано. Наверное, говорю, родители помогли. Но когда я с ним поговорил, породился, боже мой, они в 10 лет знают то, что мы только начинали к 20 годам постигать. Сегодня они такие, информированные и развитые. Так вот, оказывается, мама его, журналистка, журналистка, по-моему, правды и по проблемам военным, по проблематике это она писала. Самое удивительное, сейчас еще откроется, что я вам скажу, эта журналистка оказалась дочерью помощника Алексея Николаевича Косыгина. И с отцом ее, Галей ее зовут, мы очень были знакомы и дружили. И до сих пор он жив и сейчас здоров. Я потом с ним разговаривал, сказал, ну, твой внук меня поразил. Так вот, я ее, она окончил журналистский факультет, я ей давал, говорит, он просил, Михаил Сергеевич, ну, дай поддержать молодого журналиста и авторитетом интервью. Я дал большого интервью она. Так вот, она в газете работает. И на Востоке, на Востоке уезжала, там, среди военных и все, так сказать. Или в «Звезде», или в «Правде». Но все-таки в «Правде», по-моему. А отец, мальчишка рассказывает мне, был летчиком американским, военным. И баражировал там, дежурство держал на границах с Советским Союзом. Вот, говорит, моя мама и отец, они, оказывается, друг на друга смотрели. Она писала тут, что американцы выделили. А вот вы открыли все это, и мы, люди, теперь могут сами решать и далее. Вот, в результате они встретились. Встретились, встретились, потрясали. Воссоединение миров дает жизнь. Да, абсолютно. Новую жизнь, совсем другую культуру, совсем другую веру, совсем другое видение. Не врага, а все дружбы, друзей. И я вам должен сказать, я вспоминаю, и это меня не покидает. Уже раз об Америке заговорили. Это все к тому же. В 1963 году погиб Кеннеди. Убили его. Но до этого, за три месяца до гибели, гибель 22 ноября, по-моему, или 21. А до этого, 10 июня, выступает в университете. Это все идет предвыборная кампания, марафон этот. Он выступает. Потрясающе сильная речь. Я ее потом только уже узнал. Я не знал о ее существовании. Потому что замалчивалась она. И не прореагировали. На нее надо было прореагировать. Это была речь человека, который только вышел из Карибского кризиса. Из-за этого противостояния. И вместе с ним он не потерял голову ни в момент. С Хрущевым договорились. И Хрущев тогда и поехал. Но это самое интересное. Он тут произносит такие вещи, которые до сих пор пытаются забыть американцы. Я им напоминаю, между прочим. И в том числе и в журнале «Тайм», как реагируя на выступление Клинтона, который сказал, что 20-й век стал веком Америки, с Божьей помощью сделан 21-й век американским веком. И он сказал, а вот у Кеннеди другая мысль была. Во-первых, он высказал о советских людях. И сказал так. Когда мы критикуем коммунизм, то не надо демонизировать советских людей. Это такие же люди, как мы. Они хотят счастливо жить, иметь детей и счастливое будущее. Потрясающе. Вчера они стояли, мог быть, ядерный конфликт. Сегодня он выступает и перед народом своим. В этой ситуации, после всего, он говорит о таких вещах. Это же было когда? 40 лет почти назад. Ну вот. А потом другой тезис. Если вы думаете, что будущий мир – это пакс Американо, то я должен вам сказать, или это будет мир для всех, или вообще не будет. Я вам скажу, это все то, что сегодня надо ложить в основу. Если кто-то думает, что все по-американски, или по-русски, или по-китайски, то мира не будет. Вот это, вы понимаете, нужно пройти. Сколько вообще поисков, сколько исканий. На какие проблемы, какие вопросы ответила перестройка. И то новое мышление, наш взгляд на мир, что он все более взаимосвязанный, что мы живем уже в глагальном мире, что надо думать то, то, другое, третье, четвертое. Не хочу тут лекции вам читать. Михаил Сергеевич, а вот если вернуться к Раисе Максимовне, к ее предназначению, как, видимо, она сама чувствовала людям, людям, она очень любит. Это же ведь не один случай. Вся ее деятельность с этим была связана. Она спасалась, защищалась, сражалась за сохранение музея имени Рудева. И спасла ее. Больше того, я ей помог, отстояли, отстояли и прибавили новые здания, развернули это сегодня в современный. А это самое древнерусское искусство наше самое, так сказать. Вот она, однако, пошла она в российскую больницу, ее пригласили в детскую российскую больницу. И ей, вернее, в российскую больницу детское отделение. А это отделение, где дети болели раком крови. И вот она встретилась с этими молодыми женщинами, которые только родили детишек. Или там буквально многие из них даже еще на руках, а другие только маленькие совсем. Она была потрясена вообще. И они потрясены все и просили, ну помогите же чем-нибудь, мы же ничего не можем сделать и так далее. Она вернулась и говорит, ну что же делать? Ну помоги мне, что делать? Вот тогда я и высказал идею. Я думаю, надо создавать центр, который был бы способен. Потому что на Западе вылечивали из 100 90, а у нас 10 ребятишек больных. Нужен центр, нужны новые технологии, уже есть, они нужны. Так возникла идея центра. Она тогда получила гонорар за свою книжку. И третью часть налоги, третью часть себе, и третью часть отдала сюда. 100 тысяч на центр. Я из Нобелевской премии тоже. Потом начали, все откликнулись на это движение. Это же ведь, знаете, тоже уникальная сейчас ситуация. У нас ведь у коммунистов было, хотя в российском менталитете, солидарность, поддержать, прийти, беду разделить. Это известно по всей нашей истории, и литературе, и истории. Но ведь мы, большевики, смотрели, что это, откуда-то благотворительность должна идти, какие-то подарки там, какие-то лекарства. Это что? Это унижение социализма? Значит, мы не способны сразу все на политический, так сказать. А есть же просто люди. Они живут, они чувствуют чужую беду. Пока человек чувствует не только свою беду, но и чужую, он человек.